этот опыт вы наверняка делали а если не делали можете сделать его сейчас вместе с нами возьмем безопасную бритву и аккуратно положим ее на поверхность воды бритвочка плавает хотя стали с которой она сделана 8 раз плотнее воды такой же опыт можно сделать и с иголкой чтобы иголка правильно легла на воду мы положим ее на плавающий кусочек промокательной бумаги теперь аккуратно затопим бумагу а иголка продолжает держаться на поверхности но посмотрите внимательно как прогнулась вода рядом с гулкой точно так же прогибается поверхность воды рядом с ножками клопов водомерок который прекрасно бегают по поверхности на своих четырех тоненьких лапках и не собираются тонуть бритва иголка и водомерка поддерживаются на воде и не тонут благодаря поверхностному натяжению воды поверхность воды ведет себя так будто она покрыта эластичной оболочкой когда мы кладем иголку на поверхность она прогибает эту оболочку и растягивает ее теперь силы поверхностного натяжения имеют направленную вверх составляющую и это составляющая уравновешивает вес иголки хочется понять почему водомерка может ходить по воде а человек нет дело в том что при уменьшении размеров тела в 10 раз длина линии по которой происходит смачивание этого тела водой тоже уменьшается в 10 раз а вот его объем и вес уменьшаются не в 10 а в тысячу раз поэтому сила поверхностного натяжения проявляет себя на малых масштабах для человека она несущественна для водомерки сравнивается с ее весом а вот в жизни микробов все должно определяться поверхностными силами а сила тяжести оказывается пренебрежимо малой поверхностным натяжением объясняется и то почему замки из влажного песка сохраняют свою форму тогда как смешанный с водой песок получается текучим и за счет этой текучести можно строить высокие башни напоминающие шпили средневековых соборов сырой песок содержит в себе немного воды и это вода образует мостики между песчинками каждый отдельный мостик очень слабый но песчинки маленькие и таких мостиков получается очень много поэтому сила поверхностного натяжения оказывается существенной сделаем еще один опыт возьмем банку и закроем ее горловину мелкой сеткой зальем воду в банку через сетку она беспрепятственно протекает туда а теперь прикроем банку рукой и перевернем ее и вода не вытекает из банки удерживаемая сеткой только ли в поверхностном натяжении тут дело или для объяснения этого опыта надо учесть и другие физические эффекты свои мысли на этот счет пишите в комментариях к этому ролику вконтакте и на ютубе и